Доброе утро! Доброе утро! Это программа «Новый день». С вами сегодня Алена Франкова и Роман Дубровин. На календаре 6 апреля среда и заглянем в календарь событий. Сегодня оказывается всемирный день настольного тенниса. Очень молодой праздник, впервые он отмечался 6 апреля 2015 году, но это не помешало ему стать популярным практически во всем мире. Настольный теннис также известен как пинг-понг. Появился более века назад, а сегодня он является олимпийским видом спорта, если быть точнее, тот с 1988 года. Профессионально настольным теннисом занимаются на всех обитаемых континентах более 200 стран, являются членами федерации. Особой популярностью настольный теннис пользуется в Азии, где проживает около 4 миллиардов человек. Вау! Я не знал, что это такая статистика. Ну, нет такого понятия, что я прям иду и целенаправленно играю. Ну, умею играть периодически, там, ну, раз в год точно одна игра у меня состоится. Очень классная игра, я помню, смотрел какой-то японский фильм, не знаю названия, но они там играли, сальто какие-то делали, короче, и отбивали мячик. Между прочим, сегодня день еще работников следственных органов МВД России. Ого, это серьезный праздник. Поздравляю всех тех, кто причастен к этому празднику. Ну, а далее день попкорна с карамелью. Любишь сладкий попкорн? Не, я больше люблю солью. Солью. Я тоже люблю солью, если там еще и с добавлением сыра, то я вот готова поесть раз в месяц, когда ходим в кино. То есть сыр, соль это прям твое? Ну, прям мое, да? Мне нравится. Ну, тут каждому свое, но сегодня день попкорна с карамелью. Алёна, а что у нас дальше? А дальше у нас, оказывается, сегодня еще один праздник. И он такой интересный, такой усатый праздник. Сегодня день тиянских кошек. Кошек. Уникальная краса формируется не только благодаря генетическим особенностям, но и температуре окружающей среды. Я этого не знал, кстати. А еще, оказывается, у всех представителей породы голубые глаза. Ты это знала? Ну да, я же видела сиамских кошек. Я почему-то думал, что они с разными глазами вуют, ну, как люди, как другие породы. Ну, видишь, у них только голубые. А это еще одна из старейших пород в мире. В старину сиамские кошки нередко обладали кривыми хвостами и косоглазием. А еще большинство представителей породы не переносят лактозу. А еще говорят, что эти кошки очень умные общители и к тому же долгожители. Да, еще они преданные. Преданные? Это одна из важных таких вот тоже вот. Эх, сиамские кошки. С днем рождения вас. Ну, а далее у нас новости. Я уверена, что все они будут о хорошем. В субботу губернатор Игорь Кобзев побывал в Ангарске. В рамках рабочей поездки глава региона посетил завод гусеничной техники, школы и учреждения социальной сферы. Обсуждали меры поддержки для местных товаропроизводителей, модернизацию социально значимых учреждений, а также ремонт городских дорог. Амбулаторные ковидные центры прекратили работу в Приангарье. Это связано со снижением заболеваемости COVID-19. Как сообщает исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Анна Данилова, теперь бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в кабинетах неотложной помощи в поликлиниках. Сегодня регистрируется снижение заболеваемости COVID-19. Однако не стоит терять бдительности. Несмотря на то, что в Иркутской области прекратили работу амбулаторно-ковидные центры, пройти тестирование по-прежнему можно в поликлинике. Врач проведет осмотр и назначит необходимое лечение. Такие меры в регионе действуют с целью контроля эпидситуации и своевременного реагирования системы здравоохранения на рост заболеваемости. На пике пятой волны коронавируса, который пришелся на середину февраля, в регионе работало 8 амбулаторно-ковидных центров. В этот период ежесуточный прирост заболевших превышал 3000 человек. Сейчас всего до 200. В программе «Академия на грядках» исполнилось 15 лет. Идея ее создания принадлежала генеральному директору телекомпании «Актис» Анатолию Алексеевичу Боринскому. В первое время он вел ее совместно с Еленой Сергеевной Целютиной. Они объездили всю Иркутскую область, рассказывали о необычных и образцовых участках, достижениях и небывалых урожаях, знакомили с интересными людьми. Тогда и сейчас поступает множество вопросов и благодарности от садоводов со всего Приангария и даже соседних регионов. Пишут – значит нравится. Отвечать я всегда отвечаю. Если человек задал вопрос, им обязательно надо ответить. Программа длительная, наверное, она просто интересна. Раз ее люди смотрят, мы стараемся делать. За эти 15 лет изменилось многое, но фундаментально одно. Каждую среду на телеканале «Актис» звучат привычные позывные. И «Академия на грядках» снова собирает у экрана садоводов-любителей. Ангарченко Валерия Симканич стала победительницей первенства Республики Бурятии по фигурному катанию. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из Иркутска, Ангарской и Читы. Во время выступления нашей спортсменки произошла техническая ошибка. Оператор поставил не ту композицию. Но даже это не смутило Валерию. Программу она откатала великолепно и заняла второе место. Я не волнуюсь, когда я это делаю на тренировках. И когда я на соревнованиях, я тоже не волнуюсь. Потому что они у меня всегда получаются на тренировках. А на соревнованиях? На соревнованиях тоже получаются. У Валерии первый юношеский разряд по фигурному катанию. Помимо спорта, Ангарченко пробует себя и в модельном бизнесе. За плечами участия в конкурсе красоты «Бьюти Ангарс-2022». Она стала победительницей в своей возрастной категории. Этот титул девочка подтвердила и в Москве. В Ангарске на льду дворца спорта «Ермак» состоялся фестиваль хоккея. Программа мероприятия выдалась весьма обширная. Соревнования детских команд, выступления творческих коллективов, а также матч ветеранов. Чтобы понаблюдать за соперничеством «Ермака» и команды «Байкал», на стадионе собралось более 5000 человек. Схватка закончилась победой хозяев со счетом 11-8. Это добавило местным фанатам уровень праздничного настроения. Ален, сегодня же у нас среда? Да, среда, и она живая. Вот сегодня будет Жанна Чистова. Мне интересно очень, кто у нее на этот раз будет в гостях. Ну, раз интересно, значит, смотрим. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Живая среда». Мы сегодня знакомимся с обаятельным зверяком, у которого приятный, красивый, пушистый мех. У нас сегодня в гостях Михаил и Ольга Шишкиной, и мы сегодня разговариваем о шиншиллах. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, действительно, чудо-чудное, диво-дивное, красивейший зверек с невероятно большими глазенками красивыми. Ольга, с кем вы сегодня к нам приехали? Это мальчик, фиолетовый бархат. Так. Гриша, он самый спокойный у нас в семье. Сколько ему по возрасту? Год и 4 месяца. А вот этот у нас красотун? Этот красотунчик, Скотт, он к нам приехал с Челябинска. Ему сейчас 5 месяцев. Мы его встречали, да, буквально недавно, в феврале, с поезда. Он такой немножечко к рукам настороженный, да, он пока еще адаптируется, скорее всего. Он не любит руки, в принципе, на руках сидеть, вот, допустим, как Гриша спокойно сидит, но любит к ним подходить, чтобы его чесали, гладили. Это он любит. А когда на руки берешь, все, у него начинается полный нервоз. Ну что ж, расскажите нам, Ольга, пожалуйста, где произошел вот этот красавец? Какая страна? Как он появился? Как он вот рядом с человеком стал жить? Вообще, вот, по идее, шиншиллы произошли от древней южноамериканской цивилизации. Да, на современной территории Перу до сих пор вот есть провинция Чинчо. Чинчо, что вот шиншилла, в принципе, и означает слово шиншилла. Это маленький чинчо. Индейцы чинчо, да, это животное, шиншиллу боготворили, прямо поклонялись ей, и вся охота на них была запрещена. То есть они их оберегали, это был такой талисмат, можно сказать, да? Да, поскольку уже, как бы, у индейцев был агрессивный такой период жизни, они как бы сами по себе агрессивны, они наблюдали за шиншиллами, и как-то их это умиротворяло, что ли, вот прямо. Они вот с ними прямо вот жили, наблюдали, и это для них было... Довольно-таки древний зверек получается, очень древний. Да. Считывает около 40 тысяч лет, вот есть предположение. С 500 года по 1500 год, вот именно, что они вот жили на территории вот Перу, там, где вот до сих пор вот эта вот чинчо провинция. Чили, Перу, Аргентина, вот эта вот территория, да? Да, они сейчас живут в Южной Америке. Но есть береговые шиншиллы, и есть вот горные называются, то есть они отличаются хвостиками. Хвостиками, длинные шоу, о, есть, да, длинные хвосты, но у нас короткий хвостик, там еще короче. У нас у девочки, которая дома вот сейчас отдыхает, у нее хвост прям очень длинный. Длинный, богатый, такой пушистый. Ольга, ну расскажите, вот почему вам привлекся этот зверек, собственно говоря, чем он так вам вас расположил? У нас, во-первых, дети решили завести какое-то животное домой. Во-первых, ну, двухкомнатная квартира, скажем так, места много не выделишь ни для собаки, ни для кошки. Пробовали мы и собаку завести, как-то не так получилось. А тут мы, в принципе, мы с мужем решили попробовать, что детям, наверное, да, понравится. И дети у нас в восторге, когда увидели первую шиншилку, которую мы привезли домой, они были в восторге. Ну, а где одна, там нужна и пара. Да, они вот коллективные зверьки, да? Как вот они в природе живут? Если их саживаешь, у них матриархат. У них главенствует самка. Мальчик, ну, как бы, нет. Самке, если что-то не так, она может мальчика и погрызть, и порвать до крови. Как они в природе живут? Кто их враги? Они боятся змей. Змей? Змей. Лисы? Нет? Ну, лисы я не знаю, потому что у меня ассоциация. Прямо вот я понимаю, почему они боятся змей. Потому что иногда вот руку тянешь, и если тень попадает, руки вот прямо, они видят. Они же, я не знаю, они в домик бегут с такой неимоверной скоростью, что их, по-моему, потом вот даже не достанешь. Ну, и надо отметить, что больше всего, наверное, эти красивейшие животные боятся, наверное, человека. Потому что неимоверный урон нанесен вот именно шиншиллом. Есть предположение, что это вымирающее уже животное, потому что человек в своих желаниях иметь красивую шубу, он просто превзошел все какие-то разумные моменты. Я была настолько удивлена, что есть такой факт. С 1828 по 1916 год с территории Чили было вывезено около 7 миллионов шкурок. А за этот же период с больших территорий было вывезено 21 миллион вот этих вот уже неживых животных. Ну, просто цифры шокирующие. Ну, у нас с людям можно тоже спасибо сказать, которые гонятся за деньгами. Какое содержание должно быть? Что от этого достаточно? Нет, первых люди должны учесть то, что все-таки это ночное животное. Что очень много шума от него, и не каждый человек это может выдержать. Муж у нас до сих пор, он как бы... Он не может привыкнуть к этому. Что они делают ночью? Бегают, едят, прыгают. Они могут взять клетку, как зубами схватить решетку, трясти ее до такой степени. Такое ощущение создаётся иногда, что они ее уже разорвали. Там вот такой шум стоит иногда, что это, боже, просто невыносимо. Мы здесь не спим. Понятно. Нам это не мешает. Мы уже привыкли. Да, во-первых, всё-таки люди должны учесть, что они ночные жители. Что вся жизнь у них происходит ночью. У них интересны вот эти вот длинные усы. Это для чего вот так вот всё сложено? Говорят, что они вот ночью... Они очень хорошо видят и днём, и ночью. Усики, это у них, да, боняние. Они прямо ими чувствуют. Не зря же говорят, что если девочка не поддаётся саживанию самцом, ей подрезают усики. И она начинает теряться в пространстве. Она просто застывает на одном месте. Что в питании интересного, чтобы человек не навредил какими-то неправильными продуктами? Питание обязательно нужно только в сухом виде. То есть я сушу им яблочки. Ну, с мужем мы покупаем им сухие бананы. Потому что как бы, ну, дома высушить не можем, мы им покупаем сухие бананы. Ананасы. Всё это только в сухом виде. Никаких там жидких каких-то вот таких вот цирок? Нет, ни в коем случае. Да, корм как бы тоже у них специализированный, в зоомагазинах идёт. Ну, я иногда добавляю, как бы сама уже, допустим, покупаю корм туда, добавляю хлопья геркулеса. То есть как бы обычно покупаю в магазине гречку, хлопья. Вот именно хлопья. Не просто гречку, а вот именно хлопья. Овёс, пшеница. То есть вот это как бы всё для них очень полезно. Сколько у них продолжительность жизни? Они вот долгожители считаются среди вот таких вот грызунов. Да, мы вот ещё за счёт этого и выбрали, да, потому что они долгожители, что они с нами практически остаётся на всю жизнь. В неволе как бы они живут от 20 до 25 лет. Понимаете, да, и спариваться они могут лет 15. Ну, расскажите, какие они мамы? Вот у вас уже было такое чудо, что вы уже видели о том, как рождаются. Я в первый раз, да, когда увидела, как рожает наша девочка, прямо присутствовала. В основном говорят, что они рожают очень рано утром. Да, как бы от 5 до 7 часов утра они рожают. Наша девочка второй раз рожает пол первого. И причём в первый раз она рожала. Я присутствовала при этом, прямо вот видела всё. Она лялечку подхватила свою на руки передними лапками. То есть она её буквально, сказать как, обернула, плёночку с неё сняла, вот это вот всё спустила её на пол, её обогрела и вот так как бы... И они уже зашевелились сразу и потихонечку уже начали ходить. Они рождаются готовые. Ничего себе. Да, они уже с шубками, зрячие, ходячие, прыгучие. И даже прыгучие. На тот момент, да, не кусайся. Я убирала полочки, куда поднимаются они, потому что всё-таки маленькая, может где потерять ориентацию, упасть, зашибиться тоже. Зачем? Ольга, ну какие-то проблемы со здоровьем бывают у этих пушистиков? Мы не сталкивались. У нас вот как бы не было проблем со здоровьем, поэтому я сказать не могу. Нет, была у нас одна девочка, её выпросили, мы как бы отдали её. Очень уж она понравилась. Она у нас тоже родила девочку, и как бы мы по незнанию. Он кормит, кормит. И тут она у нас, мы её поставили песочек купаться, она у нас упала и судороги начала. Оказывается, когда самочка ходит, вынашивает ребёнка, нужно подкармливать кальцием. Нужно, да, витамины давать, чтобы как бы, во-первых, и щенок внутри формировался, и потом у неё не было в дальнейшем вот этих вот молочных судорог, как они называют. Чтоб девочка как бы спокойно кормёжку перенесла. Это вот единственная проблема, с чем мы столкнулись. А так, в основном, у нас никаких проблем нет. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в гости, показали вот эту красоту. Пусть у вас всё их будет больше, и чтобы находились люди, которые ценили их не для того, каких-то вещей, да, корыстных, и каких-то вот неправильных, а вот для того, чтобы они давали радость, ощущение общения с природой. Мы с вами увидимся в следующую среду. Всего доброго. Рома, какое у тебя хобби? Знаешь, оно у меня постоянно меняется. То есть одно время я писал песни и стихи, сейчас я просто предпочитаю чтение. Интересно, как? А у тебя какое хобби? Знаешь, у меня так получилось, что у меня хобби вместе переплетается с тем, что я ещё зарабатываю этим хобби деньги. То есть, да, моя фотография, которой я увлекаюсь уже очень много лет, приносит мне ещё дополнительный заработок, чему я, конечно, очень рада. Такая похвала. Наверное, это здорово, когда тебе за твое хобби ещё оплачивают хорошие деньги. Да, но в любом случае, если даже деньги не платят, человек должен заниматься тем, что его душа изливает, да. Что приносит удовольствие. Да, и уже с этим настроем, с этой энергией, с этой доброй энергией идти на работу и зарабатывать там финансы. А какие хобби у наших ангарчан узнаем прямо сейчас. Гидроскутеры, альпинизм. Такие увлечения есть у моей бабушки. Сегодня вас ждёт очень интересный опрос. Мы пройдёмся по торговому центру и спросим людей об их хобби. Есть ли у вас хобби какое-нибудь? Вообще хобби у меня есть оно. Это катание на коньках. Ну, я вообще-то мастер спорта по конькам, поэтому вот всю зиму катались на ангаре или на ермаке, ну, где удобнее. Сейчас вот на закрытом, на ермаке. Вот это тяжело? Скажите честно. Нет. Но если ты умеешь кататься, нет. А мужа вот недавно поставил, он первый год, в возрасте 60 лет, стал на коньки. Часто падал? Ну, было дело. Вот это самое главное в нашем возрасте. Главное не упасть, потому что уже физика не та, координация и... А так кайф. На свежем воздухе и так далее. И практически минимум затрат. Ну, коньки только, единственное что. А помимо вот этого вот физического удовольствия от такой некой усталости полезной, что еще, какую разгрузку получаете? Ну, эмоциональную, естественно. Особенно если погода соответствует твоему настроению, то адреналина... Хочется... У меня фигурная у него хоккейная коньки. Хочется еще что-нибудь закрутить, но чрева-то раз упала. Ну, неплохо так. Вышивка. Что сейчас будете вышивать? Набор вот для вышивания пионы. Пионы. А вот что было самое тяжелое вот из всего, что вы когда-либо вышивали? Не знаю, самая трудоемкая. Сейчас вышиваю. Что это? Шоколадная ночь называется. Ну, размер большой такой? Большая, да. Как думаете, получится очень красиво? Надеюсь. Ладно, а помимо вышивки, может, у вас есть еще какие-то либо увлечения? Ну, вяжу еще. Что сейчас вяжете? Сейчас шаль вяжу. Шаль. Вообще, давно ли начали вы заниматься этим хобби? Лет 10, наверное. Йога, вязание. Йога? Ладно, подождите. Вязание, сейчас к нему перейдем. Расскажите про йогу. Хочу рассказать. Хожу на тренировки. Нет, недавно. Год. Год. Получается у вас? Да. Что самое тяжелое? Просто для меня йога – это вообще какой-то закрытый мир. Да как бы не тяжелое. Все легко дается, да? Нормально. Хорошо. А с вязанием как? Давно уже связаны? Конечно. Сколько лет? С самого детства? Мама вязала или бабушка? Кто? Мама вязала и бабушка вязала. Вот. А что сейчас шьете? Или уже отложили? Что? Ловцы, снов. Маникюром занимаюсь, рисую, игры компьютерные играю. Все одинаково любишь, либо есть одно исключительно любимое? Наверное, рисование. На него больше всего времени уходит? Да. Что сейчас рисуешь? В данный момент что рисуешь? Сейчас пока ничего, но когда у друзей дни рождения, я там открытки люблю рисовать. А, разные подарочки, да? Хорошо, давай вспомним из последнего, что рисовала в подарок. Открытки на 8 марта с цветочками и с мишкой. Футбол. Футбол. Как часто гоняете? Сейчас очень редкая работа. Ну, ладно, если сейчас редко, то раньше как часто ходили? Ну, три раза в неделю. Вообще, футбол-то затратное увлечение? Нет. Просто берете мяч, пинаете и все, да? Да, желание. Как собираете команду? Друзья, все друзья, собираемся сами и все. Просто там, алло, Леха, выходи, да, пойдем попинаем. Уже все знают, что в 6, в понедельник, всегда пятница. Просто ко всем. У тебя есть хобби либо увлечение? Любое. Что любишь делать в свободное время? Спать. Сколько же мы сегодня с вами увидели разносторонних людей? Мы даже представить не можем, сколько сейчас сидит дома, клеит макеты и спичек, не знаю, может быть, рисует... Так, секундочку, у меня смс-очка. О, это как раз от бабушки, попросила купить ей горные лыжи. Ну, ладно, сейчас побегу и закажу. Ну, а нам с вами пора прощаться. С вами был Иван Цапов. До скорой встречи. Пока-пока. А мы продолжаем. И у нас новости со всего мира. По соседству с аэропортом постоянный шум и многолюдие. Но это не пугает обезьян. Уже более 70 лет они живут рядом с аэропортом во Флориде. Они поселились рядом в лесу и постоянно прибегают на автостоянку. Здесь ждут людей и выпрашивают у них еду. А в остальное время ищут насекомых и ящериц, либо едят семена и цветы. Сейчас рядом с аэропортом живут 40 зверьков. Они потомки обезьян-верветок, сбежавших из придорожного зоопарка почти 70 лет назад. В лесах Флориды также есть потомки, когда-то макак и беличьих обезьян. Красивая природа, не устает нас удивлять. Ну, а у меня следующая новость. Новая одежда из старой. Одна испанская компания занялась переработкой старой одежды. Проект запустили 4 года назад. Вещи сначала измельчают, а потом используют для создания новых. Сейчас доля переработанных либо органических тканей в их продукции составляет 30%. А другая компания стала одним из крупнейших в стране производителей рабочей одежды из этих материалов. Сейчас среди клиентов более 25 фирм. Среди них есть и отели. Недавно в них начали использовать униформу и с полностью переработанных тканей. К слову, для создания одной пары джинсов требуется около 7,5 литров воды. Кроме того, ежегодно в океаны попадают около полумиллиона тонн микроволокна. Алена, а ты сама вообще задумываешься, из каких тканей и материалов твоя одежда изготовлена? Ну, смотрю в состав. Конечно, хотелось бы, чтобы это были настоящие ткани в виде хлопка. Ну, ты прочитала такую новость, которая более за экологичность. Это действительно круто, что люди перерабатывают старую ткань и делают новую одежду. Я считаю, это вклад в будущее у наших детей, в развитие, в принципе, в целом. Я думаю, что многим девушкам, согласись, сейчас не хочется надевать эти натуральные меха, которые сделаны из зверей. На замену пришли эко, эко-материалы, которые с удовольствием носят женщины, что является тоже красиво, модно, современно. Поэтому я, конечно же, за... Ты хочешь сказать, что эко не греет? Хочу сказать, что натуральный мех точно греет. Что у тебя дальше? Слушай, а ты в курсе, что, оказывается, в нашем мире есть бабушка-человек-паук? Нет. В приморском городе партизанские спасатели сняли женщину с кондиционера на стене больницы. Спуститься самостоятельно она не могла. Старушка чудом не сорвалась вниз. Вызволять ее из-за подни приехали спасатели. Специалисты развернули лестницу, добрались до бабушки и аккуратно помогли ей спуститься вниз. По предварительной информации, женщина не пострадала. Ален, а как она туда забралась? Не знаю, мне интересно, что за больница, что вообще там, как она вылезла. Ну, такое, видимо, тоже бывает. И дай бог, все свершилось, и все здоровы. И я думаю, что бабушка больше не будет совершать поступки. Я хочу обратиться ко всем бабушкам. Пожалуйста, не залазьте вы на эти кондиционеры. Ничего там хорошего вас не ждет. Только спасатели. И все. Да, действительно. Ну, а далее продолжим. А в Красноярске у пары эдиповых тамаринов родился детеныш. Пол малыша пока неизвестен, поэтому имя маленькой обезьянки еще не придумали. Детеныша можно увидеть на спине у одного из родителей. Они по очереди передают его друг другу, чтобы отдохнуть и поесть. Беременность у эдиповых тамаринов длится около 140 дней. Чаще всего дети рождаются ночью, за родами следят все члены семьи. Первым в руки малыша берет отец, затем его по очереди передают всем членам семейной группы. У новорожденных открыты глаза и есть шерсть. Отцы очень заботливо. Большую часть времени детеныш находится у него на спине. Вся стая старшей братья и сестры проявляют к малышу большой интерес. Ален, это невероятная новость, учитывая, что Красноярск всего в сутках ездит на Угарска. Вот. И знаешь, что я подумал? Очень круто, что воспитывает отец. То есть детеныш у него сидит на спине. Ну, мне кажется, сколько не воспитывает, как, наверное, все-таки носит его на спине. И оберегает. Да, и оберегает. К тому же там есть еще братья и сестры, поэтому мамы обезьяны хлопот. Это знаешь, как ты сразу вспоминаю мультик, где была та самая обезьянка, и за ней вот эти вот, державшись за веревочку, шли ее детеныши. Ален, и очень крутая традиция, что как только детеныш рождается, принимает отец, а потом всем родственникам передает, вот так, чтобы все подержали, познакомились. Представляешь, какой у них инстинкт, что ими правят, и на самом деле это, наверное, даже как-то душу греет вот эта любовь и забота. Ален, ну есть же такая теория, что мы произошли от обезьян. А что, если у нас когда-то так же, когда мы рождались, передавали по всем родственникам, и потом отец носил на спине. Ну тоже возможно. А почему нет? И на этом у нас все. Увидимся завтра в это же время. Всем пока-пока. Пока. Гороскоп на 6 апреля. Овен. Это хороший период в вашей жизни, и он может принести много впечатлений, окрашенных эмоциями. Но они исключены из заблуждения. Телец. Тема коллектива, в друзей, неформальных групп получит новый виток. Если вы томились по чему-то неожиданному, готовьтесь к сюрпризам. Близнецы. Стоит прислушаться к советам значимых для вас людей, и при необходимости воспользоваться предложенной помощью. Рак. У вас появится возможность разобраться в своих чувствах и сделать неожиданные для себя выводы. Будьте внимательны и осторожны. Лев. Вы будете заинтересованы в обмене идеями. Добывая факты и убеждаясь в том, что люди правильно понимают ваш посыл, вы можете изменить мир к лучшему. Дева. У вас появится настоящее понимание собственных внутренних процессов или психологии, которые вы сможете контролировать. Весы. Несбалансированные энергии этого дня могут привести к тому, что какая-то одна тема начнет активно доминировать над вашей целостной позицией. Скорпион. Будет легко достичь взаимопонимания. Можно мириться, улаживать конфликтные ситуации. Большая вероятность, что в вашем доме появятся гости. Стрелец. Возможно, вы станете участвовать в чем-то нетрадиционном и необычном, ведь вы всегда готовы содействовать всему прогрессивному. Козерог. Неоднозначный, беспокойный и очень интересный день. У вас будет возможность проявить себя, продемонстрировать таланты и способности. Водолей. Можно ждать всплеска энергии, которая окажет положительное влияние на ваше физическое и душевное состояние. Рыбы. Комфорт внешний и внутренний будет связан с вещами, которые обеспечивают вам ощущение качества и гарантии. Комфорт внешний. Рыбы. Продолжение следует...